Добрый день, уважаемые коллеги и ребята! Мы сегодня начинаем наши учебные вебинары на канале АИС Веб-конференция. Сегодня у нас занятие – это математика, подготовка государственной итоговой аттестации. Мы сегодня будем с вами разбирать тему – это текстовые задачи, а непосредственно смеси и концентрации решения задач при подготовке государственной итоговой аттестации. Я вижу, что у нас подключаются ребята. Большая просьба указать мне, слышно ли меня или нет. Итак, сразу хочу сказать, даже если кого-то сегодня на занятиях нет, то вы всегда можете посмотреть данное мероприятие в записи и познакомиться, соответственно, с тем материалом, который будет вам сегодня рассказать. Уважаемые ребята, текстовые задачи – это одна из тем, которые почему-то у обучающихся всегда вызывают затруднения. И вы знаете, что текстовые задачи – это задачи, вы будете решать в государственной итоговой аттестации в девятом классе, это задание второй части. А те обучающиеся, которые уже успешно сдали государственную итоговую аттестацию в девятом классе, еще раз будут показывать свое мастерство, но уже в одиннадцатом классе. Это задание будет задание первой части. Как вы знаете, все текстовые задачи у нас делятся на большие классы. Это задачи на движение, это задачи на работу, это экономические задачи, это задачи на смеси и концентрации. И сегодня тема непосредственно наша – это смеси и концентрации. Вы познакомились с данным термином, наверное, первый раз, даже, наверное, математики, а уже в восьмом классе, когда начали изучать химию, вы начали решать задачи, скажем так, химическим способом. Моя задача сегодня – показать, как возможно решить эти задачи математическими приемами, с помощью уравнений, систем или просто как задания по действиям. Давайте с вами сейчас вспомним, то есть если вопросы у вас возникают или вы хотите выйти в эфир, вы можете мне написать об этом. Я вас могу вывести в эфир и, соответственно, мы с вами можем продолжить наш диалог. Давайте вспомним, что такое концентрация. Ну, в переводе с ново-латинского это, вы видите, сосредоточение. Это величина, которая определяет содержание компонентов в смеси, растворе и сплаве. То есть это такое понятие, которое мы даем с вами в химии. Но мы с вами сегодня не химики, а математики. Поэтому что такое концентрация? Концентрация – это отношение чистого вещества к общему веществу и выраженное в процентах. Но если объяснить или привести в качестве примера, мы с вами, когда идем в магазин и хотим купить сметану или молоко, мы смотрим, какая жирность у сметаны. То есть что такое вообще сметана? Сметана – это сливки, разбавленные водой. Поэтому мы можем купить более жирную сметану. Мы можем купить сметану, где меньшее количество сливок. Поэтому на баночке всегда указано 10%, 15% или 5%. В зависимости от этого, для чего мы сметану покупаем. Или будем кушать первое блюдо, или будем делать с вами медовик, печь торт. А вы прекрасно понимаете, что для того, чтобы испечь торт, нужно будет приготовить крем, а для этого сметана должна быть более жирной. Поэтому мы с вами все понимаем практическое применение данной темы. Наверное, немножко побудем поварами. Поэтому, конечно, рассчитать, какова жирность сметаны будет в той или иной задаче, мы должны уметь это с вами сделать. Поэтому познакомились с понятием, что такое концентрация. То есть будем говорить достаточно просто. Чистое вещество – это пример сливок, а общее вещество – это сливки вместе с водой. И причем это все выражается в процентах. Но я хочу вам сказать, что когда вы будете решать задачу или во второй части ОГЭЛ, понятно, что это задание будет проверять эксперты еще, причем не один, то вы подробно пишете обоснованное свое решение. Но если вы обучающийся уже 11 класса, и у вас будет та же самая задача, то, как правило, это не процент, не 20% без значок процентов, а вы указываете, что дробь. А вы знаете, чтобы проценты перевести в дробь, вы должны что сделать? Поделить на 100. То есть 20% – это, соответственно, 0,2. Так, ну что ж, я сегодня приведу вам в качестве примеров несколько задач. Эти задачи все взяты из открытого банка заданий. Это достаточно уже такие широко используемые задачи, которые достаточно давно мы решаем. И пойдем по нарастающей, более простых задач. Вот перед вами сейчас задача. Если у вас есть тетрадочка, это очень хорошо, вы можете записать какие-то выкладки, потому что я понимаю, что большая часть берется на меня, но задания есть такие, где и вы должны показать свое мастерство. В сосуд, содержащий 5 литров 12% водного раствора некоторого вещества, добавили 7 литров воды. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора? Ну, понятно, что у нас здесь уже термины не сметана, не сливки, не вода, а раствор. То есть мы сейчас превратились с вами в химиков. Но я хочу провести такую аналогию. Когда я была маленькой, то сметаны в маленьких баночках, как сейчас у нас в супермаркетах продается, такой сметаны не было. Сметану привозили в больших бидонах. И когда нам нужно было купить сметану, мы шли со стеклянной баночкой, 500 граммов, 800 граммов, в зависимости от того, сколько нам надо было. Ну и что делали продавцы, как правило? Они брали, и для того, чтобы больше продать эту сметану, где была, может быть, жирность 15%, разбавляли водой. Понятно, что чем больше воды вливал человек в тот или иной раствор, тем сметана становилась не такой густой, она становилась более жидкой. И, наверное, в большей степени она уже походила не на сметану, а, наверное, на такое более густое молоко. Поэтому для того, чтобы, скажем, купить и мне испечь тот же торт-медовик, мне пришлось бы очень долго взбивать такую сметану, и я боюсь, что результат бы я все равно не достигла. Но сейчас у нас, видите, как все удобно. Мы понимаем прекрасно, что если вы берете ту же ложку сметаны и кладете ее в борщ, то ваша сметана растворяется, и вы вместо яркого цвета борща, видите уже, цвет борща более такой спокойный, да? Он больше белизны в нем появляется. Так вот, вы понимаете прекрасно, что если я разбавляю водой, или даже привести пример, когда вы берете чашку чая и кладете туда два кусочка сахара, кто-то любит чай сладкий, кто-то любит чай не сладкий. Кому-то нужно, чтобы он был чуть сладкий. Положив пять кусочков сахара, вы понимаете, что концентрация сахара в чае, она выше. Поэтому чай получается очень сладкий. Или еще один пример, тоже в качестве примера. Ну, такие жизненные ситуации я вам хочу привести. Вот раньше, допустим, появлялся в семье ребенок. Ребенка нужно было искупать. Но для того, чтобы обеззараживать мы воду, мы в воду добавляли что? Марганцовку. Так вот, добавляя в воду марганцовку, мы понимаем, чуть-чуть мы добавили, у вас бледно-розовый раствор получился. Если вы больше марганцовки добавите, то он у вас может быть ярко-малиновый. И если вы садитесь в такую ванну, вы можете просто нанести своему телу ожог. Потому что концентрация марганцовки в воде уже будет явно выше. Поэтому такую процедуру нужно делать тоже очень аккуратно. Что же у нас получается? Вот давайте сейчас выясним. У нас 12%. Перед вами вы видите непосредственно, я сейчас покажу формулу концентрации. Ну, можно даже, вы знаете, в тетрадочках можете четко себе записать. Концентрация первая буква К. Дальше чистое вещество – это буква Ч, да, русского языка. И весь наш раствор – буква В. То есть получается, что у нас с вами 5 литров, из них 12% – это некоторого вещества. Вот вам, пожалуйста, пятый класс. Ну, что такое процент? Вы знаете, это односотое числа. Если мы находим 12% от 5 литров, вспоминаем пятый класс, шестой класс, то есть 12% от 5 литров, это значит, вы должны проценты перевести в дробь, это будет 0,12. И волшебный предлог от – это есть действие умножения. Вы, конечно, можете идти по старинке, как это в начальной школе вы делали. Вы делили 12, то есть вы, соответственно, делите на 100 и умножаете на 12. То есть 5 литров поделить на 100 и умножаете на 12. Так вы делали в начальной школе, так вы делали в пятом классе. Но в шестом классе вы, когда уже изучили дробь, вы понимаете, что надо процент перевести в дробь. Вот посмотрите, пожалуйста, это 0,12. И волшебный предлог от – это есть действие умножения. Итого получается, что в 5 литрах чистого вещества у вас будет 0,6 литров. Значит, чистое вещество мы знаем, оно у вас стоит вверху. Вот оно перед вами, это второе действие. Всего вещества у вас 5, но вы же добавляете еще воду, а вода – это есть непосредственно нечистое вещество. А она приплюсовывается ко всему раствору. То есть 5 плюс 7 у вас уже получается сколько? 12, правильно? И в результате 0,6 вы делите на 12, пошла у вас алгебра, и умножаете на 100. И в результате вы получаете 5%. То есть разбавили раствор 7 литрами воды, концентрация у вас уменьшилась, и в результате получилось 5%. Есть ли вопросы у вас ко мне по этой задаче? Всем ли все понятно? Ну, если вопросов нет, мы переходим дальше. Следующая задача, она тоже взята из открытого банка заданий, но хочу сказать, что они у вас сейчас идут по нарастающей, даже в количестве действий оно будет явно чуть больше. Но на самом деле принцип такой. Давайте внимательно прочитаем эту задачу. Смешали некоторое количество 15% раствора вещества с таким же количеством 19% раствора этого вещества. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора? Ну, в чем отличие этой задачи от предыдущей? Отличие в том, что там вы знали, сколько вещества у вас было, а здесь вы, соответственно, не знаете, сколько вещества у вас есть. Вот я эту задачу, могу сказать честно, взяла из нашего портала, по которому мы с вами работаем, это Решуя и Российская Федерация. То есть это тот же самый открытый банк заданий. И занимаясь, готовясь дома, вы всегда можете посмотреть на решение той или иной задачи. Понятно, что, может быть, оно не так подробно расписано, но приемы, они все равно одни и те же. То есть вы тут же видите также формулу, но здесь более химическая формула, вы видите массовая доля омега, то есть это тоже та же самая наша концентрация. Вверху это масса вещества, внизу это масса раствора, то есть если перевести на наш язык математики то, что я вам уже говорила, это чистое вещество поделить на все и умноженное на 100%. Значит, у нас получается, что мы не знаем, сколько вещества. Вы прекрасно понимаете, что для того, чтобы решить задачу, нужно обязательно, как я все время говорю, 5 пальцев руки. Это краткая запись, это непосредственно решение по действиям или уравнениям, это наименование, пояснение, ответ, это все должно у вас в задаче присутствовать. Поэтому старайтесь, пожалуйста, оформлять задачи грамотно. Так вот, мы не знаем, сколько вещества. Вы можете ввести любую букву. Тут обозначили букву М, вы можете обозначить букву Х. То есть я не знаю, сколько вещества, но это количество одинаковое. То есть 15% вещества М и 19% также вещества М. Сколько чистого вещества тогда будет в нем? Опять, проценты переводим в дробь, мы поделили на 100, это 0,15. Волшебный предлог М, это есть действие умножения. Точно так же 19% от вещества М. Вы 19% перевели в дробь, это 0,19. И волшебный предлог, это есть действие умножения. Но вы же берете их и смешиваете. То есть к чистому первому прибавляется чистое второе. То есть 0,15 М плюс 0,19 М. Мы приводим подобное слагаемое, у вас получается 0,34 М. И ко всему первому, а их было у вас М, вы прибавляете все второе. У вас тоже их было М. Просуммировали, были ли этот раствор в другую какую-то емкость. В результате М плюс М, это у вас будет 2М. Вот он у вас, знаменатель ваш, да, 2М. Дальше пошла та же самая алгебра. Какую процедуру мы здесь как бы пропустили? Это сокращение дробей. То есть сократить дробь, это значит поделить числитель и знаменатель на общее выражение. То есть вверху 0,34 М, внизу 2М. М и М мы сокращаем. И дальше алгебраическое ваше выражение числовое. Вы сокращаете 0,34 на 2, это у вас получается 0,17. И 0,17 вы умножаете на 100, вспоминаем пятый класс в десятичной дроби. Значит запятую мы переносим с вами вправо на два знака. То есть у вас получается, что концентрация данного вещества у вас получилась 17%. Какие вопросы у вас есть по решению данной задачи? Это тоже задача из открытого банка нашего. Так, вопросы вижу. Хорошо. Нет вопросов. Прекрасно. Поехали дальше. Следующая задача. Это очень старая задача и очень много лет, но она у нас также присутствует в банке заданий. Это задача про виноград и изюм. Ну, для тех, кто не знает, что такое у нас изюм. Изюм – это сушеный виноград. Сейчас как раз у нас сезон осени, винограда у нас очень много, поэтому давайте решим задачу про виноград. Виноград содержит 90% влаги, а изюм содержит 5% влаги. Сколько килограммов винограда требуется для получения 20 килограммов изюма? Вот перед вами непосредственно краткая запись. На самом деле, те числа, которые даны в задаче, они нам даны как вспомогательные, потому что мы будем говорить сейчас не о влаге. То есть давайте посмотрим, что такое виноград. Виноград, конечно, там сок присутствует. А сок – это что такое сок? Это полезное вещество, которое есть в том или ином фрукте и, конечно же, вода. То есть минеральные вещества полезные и вода. Поэтому виноград состоит… Понятно, что когда мы берем с вами ягоду винограда, она у нас очень вкусная, очень сочная, мы ее быстро проглатываем. А что такое изюм? Изюм – это сушеный виноград и, конечно, добавляя его в разные блюда или кто-то любит есть его так. То есть в изюме у нас влаги очень мало, но намного больше мякоти, будем говорить так. Так вот, в винограде содержится 90% влаги. А если 90% влаги, значит сухого вещества или, мы можем сказать, мякоти, там будет 10. Давайте возьмем изюм. В изюме наоборот, много мякоти, но мало влаги. Значит, влаги 5%, а значит сухого вещества или мякоти 95%. Но если говорить про изюм и про виноград, количество мякоти, то, о котором мы сейчас будем говорить, оно будет одинаковое. То есть вот посмотрите, перед вами краткая запись. Значит, у нас виноград – это 10% сухого вещества. Соответственно, если мы говорим про изюм, то в изюме у нас 0,95%, то есть 95% вещества. А вопрос у нас в задаче звучит так. Сколько килограммов винограда требуется для получения 20 килограммов изюма? То есть получается, что в 20 килограммах изюма есть и вода, и мякоти. Но количество мякоти в 20 килограммах изюма, оно точно такое же, как в каком-то количестве винограда, которое нам надо найти. Поэтому в результате мы сейчас с вами что найдем первым действием? Мы выясним, сколько же мякоти будет содержаться в 20 килограммах изюма. Опять, часть от числа, волшебный предлог от, мы находим 95% от 20. Поэтому волшебный предлог от, вы видите голубой прямоугольник, это есть действие умножения. Мы 0,95 умножаем на 20. Можно посчитать, можно оставить. Но, обозначив за х то количество винограда, которое мне нужно купить, я понимаю, что вот в этом х килограммах винограда содержится 10% мякоти. И это 10% оно равно количеству мякоти, которая содержит в 20 килограммах изюма. Поэтому опять волшебный предлог от 0,1х, это количество мякоти в нашем винограде. Но эти две величины, они равны. Поэтому мы составили с вами лагедраическое уравнение. 0,1х, это количество мякоти винограда, которое нам нужно взять для того, чтобы получить 20 килограмм изюма. А в 20 килограммах изюма у нас вот что у нас содержится. Это 19 килограмм. И решая данное уравнение, вы 19 делите на 0,1, и в результате у вас получается сколько? 190. Ну, ребята, задачу, конечно, можно было решать, можно было показать несколько способов решения. Кто-то решает с помощью пропорциональных зависимостей, кто-то решает, как пример, по действиям. Я вот показала это вам с помощью уравнения. Ну, вы понимаете, что в спорте важен результат. Как вы добьетесь этого результата, как вам более понятно. Это ваше личное дело. Так, есть ли вопросы по этой задаче? Если есть, давайте обсудим. Если нет, то мы пойдем дальше. Так, ну, молчите. Раз молчите, то пойдем дальше. Следующая задача. Идем по нарастающей. Это тоже задача из открытого банка заданий. И иногда бывает очень обидно. Кстати, хочу сказать, что по статистике, являясь экспертом ЕГЭ по предмету математика, я могу сказать, что очень часто задачи на смеси концентрации попадают с нашим ребятам на экзаменах. Это, наверное, одна из самых таких частых задач. Поэтому вы должны быть готовы ко всему. Какая вам задача попадется? На движение, причем движение, будем об этом тоже говорить, оно может быть разное. На смеси, на концентрации, на экономического рода. То есть любая задача, вы должны вникнуть, конечно, хорошо разбираться и уметь решать. Вот перед вами два сплава. Первый сплав содержит 10% никеля. Второй сплав содержит 30% никеля. Из этих двух сплавов получили третий сплав, масса которого 200 кг. Но этот сплав содержит 25% никеля. На сколько килограммов масса первого сплава меньше массы второго? Краткая запись перед вами. То есть вот они, два сплава. Значит, волшебные моменты, они у нас тоже есть. Если сказать про текстовые задачи, ну, 95-97%, как правило, за х мы берем с вами то, что стоит в вопросе. Но маленький процент остается все-таки на то, что иногда это не то. Давайте прочитаем вопрос задачи. На сколько килограммов масса первого сплава меньше, чем масса второго? Эту задачу можно решать и с помощью уравнения, эту задачу можно решать и с помощью системы. То есть у нас, пусть первый сплав это будет х, так как у нас их два, второй сплав это у. сплав никеля, где концентрация 30%, это у. Опять такой же прием, как в предыдущих задачах. Мы находим с вами 10% от х. Волшебный предлог от увидели, проценты перевели в дробь, в результате получили 0,1х. Точно так же 30% от у. Проценты перевели в дробь, волшебный предлог от, это есть действие умножения. К чистому первому прибавили чистое второе. Наверное, мы сейчас начнем со второго уравнения. К чистому, то есть концентрации, опять мы понимаем, что такое концентрация. Чистое вещество поделить на все вещество и выраженное в процентах. То есть чистое первое 0,1х плюс 0,3у вы сложили, а внизу у вас получается, что все первое плюс все второе. Это значит х плюс у. То есть 0,1х плюс 0,3у поделить на х плюс у и получили концентрацию 0,25. То есть 25%. Вот это второе уравнение, это уже алгебраическое преобразование того, что я сейчас произнесла. Но откуда здесь возникло 200? А 200 у нас возникло из условия, которые тоже есть в нашей задаче. Потому что масса двух сплавов у вас 200 кг. Сколько неизвестных, как правило, столько уравнений. Хотя это бывает не всегда. Иногда и в уравнении может быть 2 неизвестных. И при решении одна из неизвестных у вас просто испаряется. Получается только одна. Так вот, первое уравнение, это то, что первый сплав х, второй сплав у вы соединили и получили, соответственно, 200. Ну а дальше мы с вами в седьмом классе. Единственное, что я советую вам, преобразовав данное выражение, старайтесь сделать так, чтобы коэффициенты перед переменами все-таки были целые числа, потому что с ними решать уравнение намного приятнее. Ну и вы знаете, что система линейных уравнений у нас решается двумя способами. Это способ отстановки или способ сложения. Перед вами получилась система, вы видите, х плюс у равно 200. 10х плюс 3у равно, соответственно, 500. 5 тысяч, да? Мы поделили каждое на 10. Старайтесь, если каждое слагаемое делится на одно число, старайтесь это делать, потому что вычисления у вас, соответственно, будут меньше. Больше времени вы освобождаете на более тяжелые номера, поэтому это алгебраические преобразования, которые достаточно быстро у вас должны хорошо получаться. Ну, вы видите, что на данный момент эту систему решаем способом вычитания. И из второго вычитаем первое. У вас получается, что х у вас взаимно уничтожился. 3у минус у это 2у равно 300. Вы находите у 150, подставляете во второе уравнение и находите, что масса первого сплава 50. 50 килограмм. Но очень внимательно, пожалуйста, читайте вопрос. Потому что иногда бывает очень обидно ребятам, когда они решают. Хорошо, когда эксперт, допустим, в 9 классе, он может это пронаблюдать, но в 11 классе вы заносите в бланк ответ. И даже решая правильно на черновике, бывает действительно обидно, что вы не прочитали внимательно ответ. А ответ у вас был такой. На сколько килограммов масса первого сплава меньше массы второго? Поэтому надо из массы второго вычесть массу первого. И в результате в ответ вы записываете, что 100. То есть на 100 килограмм. Вот такая задача. Уже вы видите здесь система. Можно было, конечно, от системы уйти и записать это с помощью уравнения. Но здесь достаточно все наглядно. И я считаю, что несложно разобраться с этой задачей. Вы должны это действительно очень просто. Когда вы понимаете смысл и суть. Какие еще могут быть вопросы в таких задачах на сплавы? Ну, вопросы могут быть разные. Можно, кто-то задачу вы видите. Найдите массу, допустим, второго сплава. Или массу первого сплава. Или насколько больше, как вы видите. Поэтому, в принципе, прочитав вопрос, самое важное, не надо знать количественно, какие вопросы могут быть. Нужно просто очень внимательно вчитываться в условия вашей задачи. Так, идем дальше. Комеростающий. Ну, вот эта задача, я так как бы начало даю, гибралически вас привожу к этому. А у вас возможность будет дома дорешать и вспомнить материал с 7 класса или 8, в зависимости от того, в каком учебнике мы с вами занимаемся. Это тоже задача из открытого банка заданий. И почему-то ребята нас всегда пугают, потому что ребята видят большой текст. Но если все разложить по полочкам, то нет здесь ничего сложного. Смешали 30-ти процентный, 60-ти процентный раствор кислоты и добавили 10 килограммов чистой воды. Получили 36-ти процентный раствор кислоты. То есть это одно условие. Давайте пока прочитаем. Если бы вместо 10 килограммов воды добавили 10 килограммов 50-ти процентного раствора той же кислоты, то получили бы 41% той кислоты, о которой речь идет в задаче. Сколько килограммов 30-ти процентного раствора использовали для получения смеси? То есть вот вы видите, в предыдущей задаче Натя спрашивает, какие вопросы. Там мы сравнивали массу второго и первого, а здесь конкретно нас интересует масса первого раствора. Значит, тоже два раствора по такой же схеме. Мы не знаем массу первого, мы не знаем массу второго. Пусть масса первого раствора х, вы видите краткую запись. Тогда чистого вещества, сколько там волшебный предлог от? Это 0,3х. Точно так же масса второго вещества, Y, 60% чистого вещества. Сколько же будет кислоты? 0,6Y, вы видите, желтым цветом. В результате опять к чистому первому прибавили чистое второе, сложили эти две величины в желтом цвете. А что внизу будет стоять? Масса первого плюс масса второго, а это X плюс Y. И получили мы с вами концентрацию 36%, то есть это есть 0,36%. Так, ну это еще кое-что, чего я забыла. Забыл этот зеленый цвет, потому что добавили 10 килограммов воды. А воду мы с вами добавляем куда? Не к чистому веществу. Это как в самой первой задаче, где мы 7 литров воды с вами добавляли. А ко всему. Поэтому вы видите в системе первое уравнение, мы добавили 10 литров воды, и в результате мы получили опять 0,36. То есть прием точно такой же. Но раз в две неизвестных, вы видите, почему бы объемное условие. Ну, потому что должно быть два уравнения. Теперь переходим ко второму условию. Если бы вместо 10 килограммов воды добавили бы 10 килограммов 50% раствора, то есть получается, что мы не воду теперь льем, раствор, а в растворе есть и чистое вещество, и все вещество. Поэтому нам нужно выяснить, сколько же в этих 10 килограммах содержится чистого вещества. Ну, 50% это ровно половина, вы это прекрасно понимаете. То есть в 10 килограммах 5 килограммов чистого, а всего тоже 10. Поэтому во втором уравнении у вас добавляете, мы 0,5 умножаем на 10. Мы нашли 50% от 10, это чистое. А тут десяточка точно так же, как и в первом уравнении стоит, потому что все вещество, оно и не меняется. Было 10 килограмм, мы 10 килограмм и добавили. И мы получили с вами алгебраическое, алгебраическое, значит, к чему концентрация равна 41%. Но так как я не указываю здесь проценты, я говорю про дроби, поэтому это 0,41. Вот это самый важный этап составления, очень внимательно вчитывайтесь в условия задачи. То есть составили систему, а дальше алгебраическое идет решение. Ну, если посмотреть, я вас как бы начала вести, дальше вы доделаете это самостоятельно. То есть мы приводим к общему знаменателю, домножаем 0,36 на наш знаменатель х плюс у плюс 10. Дальше во втором уравнении вы домножаете на знаменатель х плюс у тоже плюс 10. Перед вами получилась система линейных уравнений. Какой алгоритм? Раскрыли скобки в правой части, в первом уравнении, во втором. Перенесли все в одну сторону. Как я уже вам сегодня говорила, что старайтесь сделать так, чтобы коэффициенты перед переменами были целые числа. А дальше вы смотрите, какой способ вам больше подойдет. Способ отстановки или способ сложения. И алгебраическое решение данной системы, системы линейных уравнений, приведет вас к правильному решению, где вы найдете х и у. Но в задаче вам нужно найти только ух. Поэтому нашли х, у искать уже не надо. Но кто-то, может быть, решает систему и первоначально сначала находит у. Поэтому очень внимательно смотрите еще раз, повторяю, на вопрос, чтобы записать в ответ именно тот ответ на поставленный вопрос, который у вас в задаче есть. Вопросы по этой задаче. Давайте обсудим. Не пугайтесь, пожалуйста, что она большая. Многие, я не знаю, по какому принципу рассуждают, видят большой текст и сразу почему-то пугаются. На самом деле здесь две маленькие мини-задачи, которые вас привели к составлению системы. Вы ее составляете и в дальнейшем решаете и получаете ответ. Какие вопросы у вас есть? Так, все понятно. Ну, ребят, я хочу вам сказать, что вообще, если вы открываете наш открытый банк заданий, или решу игра Российской Федерации, и открываете перечень ваших задач и эту тему, то вы увидите все типы задач, которые могут попасться вам на данную тему. Практически все задачи я сегодня стараюсь вам показать, за исключением одной. На самом деле она тоже несложная, но мы с вами обсудим это чуть позже. А сейчас я хочу предложить последнюю сегодня задачу. То есть вы видите, там вы дорешаете систему. Если вопросы будут, мы будем обсуждать. А здесь нужно будет все-таки составить данную систему по той схеме, которую предлагаю я вашему вниманию. Смешали 30% и 60% растворы кислоты. И добавили, соответственно, 10 кг воды. То есть вы видите, эта задача такая же, как там, но только условия у вас я разложила по полочкам. То есть я составила схему. Вот эта схема, с учетом того, что вы видите, то есть условия, оно все то же самое. Но здесь вам нужно составить еще раз уравнение. Давайте так, как бы, на честность. Ну, вы сейчас к слайду к моему вернуться не можете. Это могу сделать только я, потому что это слайд презентации. То есть ваша задача составить такую опорную схему, еще раз понять смысл того, что есть, то есть вы видите, что постоянно определение концентрации, оно вас сегодня преследует. Вы видите, это чистое вещество, все вещество и выраженное в процентах. Но в чем отличие? Отличие в том, что здесь у вас 36 стоит, а там у вас было 0,36. Точно так же здесь. Здесь 41 стоит, а там было 0,41. Поэтому данные схемы, пожалуйста, запишите у себя. Да, значит, краткая запись вы видите. Чистого вещества 0,3х из второго раствора 0,6у вы добавляете в воду, получаете концентрацию 36%. То есть подумайте, что у вас будет стоять вот здесь. Я думаю, что вам это будет понятно. И здесь то же самое. Мы добавили откуда 5, откуда 10. Вот здесь как раз вы должны сейчас осмыслить то решение и перевести чуть на другой язык математический и составить полученную систему. Ну, во-первых, как, то ли решение, это ли решение, нет четкого алгоритма в плане того, как это правильно должно быть. Самое важное, это правильно решить. Как вам более понятно, так вы и соответственно что решаете. Ну, что я хочу сказать. По этому условию, что какие-то вопросы есть ко мне? К тому, что непонятно. Ребята, наше занятие в таком формате. Понятно, что я вас проверить не могу. Я могу с вами поговорить на уроке. Но может быть кто-то из ребят, которых я не обучаю, тоже посмотрит эти занятия. Что-то у них ценное они приобретут, какую-то пользу из этих занятий. Но мы, конечно же, будем решать с вами на уроках. Вы будете вспоминать эти задания. По крайней мере, я объясняю. Еще раз можно будет по записи вернуться, посмотреть свои тетради и достичь того результата, который вас приведет к правильному решению. Я хочу сказать, что мне очень приятно было с вами сегодня общаться. Хотя общение шло только из моих уст. Но независимо от того, что вы мне писали, я мысленно была с вами. Наши занятия будут продолжаться. Поэтому готовьте вопросы. И я думаю, что результат, он не за горами. И у нас с вами все на экзамене получится. Всем большое спасибо за внимание. До следующих встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok